Ты брата там видишь? Нашла брата? Нашла? Где брат Ариш? Где он? Это надо видеть было, я все пропустила. Артемий по моей просьбе доставал вещи из-под кровати, я хочу там полы помыть. И кидал в Арину игрушки, а она скакала. Арина, ты что на пенечек присела? Ты только в лицо не кидай ей, не надо, не надо, зайка. Она так веселилась, но пока я включала камеру, она уже напрыгалась. Давай, доставай дальше. А ты с той стороны, из-под ее кровати иди доставай, она вон плачет, что не может с моей ноги слезть. Вот, пожалуйста, следуй. Это самое интересное, что мы тут все сидим. И ты с нами за компанией, да? Самое главное, подставляется, потом кричит. Арина, чего брат твой делает? Все, Арина, к тебе пришли, все. Арина, смотри, кубик. Есть сок? Выпили? Нету сока. А она хочет выкурить. Да, она увидела картинку. А тут есть сок, вот, только мало, а тут много. Арина сегодня весь день встает. Пройти мне помогает ей тренироваться. Арина. Да, стоит такая задумчивая. Только не падать, Судартини, не падать. Аккуратней. Арина, тебе братик нравится? Подрастешь, будешь танцевать. Плюх. Пух. Ну что, гулять пойдем, Арина? Нет. Пойдем? Нет, Арина, говори. Давай с братиком постоять. Доброе утро, друзья. Наконец-то у меня дошли руки до камеры. Зачем? Дел скину вещи на пол. Уже половина второго. Мы сейчас будем обедать. Да, там на заднем плане взлетает стиральная машина. Сушильная уже, собственно, закончила. Плюс у меня еще там белье на стирку валяется. Сегодня я вся в делах, вся в делах. Пытаюсь разгрести дом. И параллельно, конечно же, работаю. Вот уже влог смонтировала. Потом там еще много чего сделала. Тут у меня сидят детки рядом с мусором, который я вчера собрала. Вот эту коробку мы повезем на переработку. Это просто на мусорку. Сегодня я еще занималась тем, что разбирала вещи и укладывала все в шкаф. Он заполняется. Но тут некоторые я буду вынимать, убирать. На антресоле пылесос я где-то видела. Посмотри на полу. Например, у меня целая секция забита сумками. Это надо оттуда убирать, потому что оно там не нужно. Но я уже составила небольшой список, что мне надо купить в фикс-прайсе из контейнеров-органайзеров, чтобы было еще удобнее. И тут осталось на самом деле мало вещей. Это кажется, что много. На самом деле мало. Круто. Я не знаю, сегодня, максимум завтра. Я уже все точно разберу. И Аришка тут спокойно будет ползать. И тоже в внутренности шкафа совсем скоро я это делаю. Надо еще решить, что будет стоить на стеллаже. Короче, прям во. Я думала, я буду дольше с этим возиться, но нет. Единственное, мне надо будет, я хочу разложить вещи Арины. Именно по ростовке. То есть не как у меня сейчас. Коробки 1-2 года, 2-3 года. Ну, которые от Артемия остались. В смысле вещи для Арины. Вот, я хочу их и разложить, что вот на рост, сейчас он у нее 74 наносит, что вот следующая будет 80, потом 86. И все комбинезоны я повешу на этот, ну, на штангу, чтобы они висели. И я их уже видела. Кстати, многие спрашивали, невысоко ли штанга для Артемия. Слушайте, ребят, нет. Здесь, во-первых, будет висеть именно школьная форма. Обычные вещи, он все, у него в ящиках лежат. Вот, то есть что-то такое парадное. А школьную форму достать. Во-первых, можно подставить стул. Во-вторых, он залезать будет в шкаф, я его знаю. Вот. И в-третьих, если уж прям неудобно будет, никто... Выключи, пожалуйста, с вами здесь записаны. Никто не мешает повесить вот сюда еще одну штангу, убрав здесь контейнер. Ну, то есть чтобы было две штанги для вещей, потому что у детей вещи короткие. Вот. Я изначально так задумала, потому что мы это обсуждали с дизайнером. Он говорит, повесьте... Ну, с дизайнером-проектировщиком, не с тем, кто квартиру нам сделал, а кто шкаф делал. Он говорит, повесьте эту штангу, если понадобится, просто прикрутите еще одну, потому что расстояние позволяет. Поэтому в будущем так и сделаем. Вот. Собственно, пока это Артемий вообще не будет использовать. То есть я сюда буду его куртки какие-то вешать. Вот видите, зимние штаны запасные повесила. Нашла, кстати, органайзер этот, который у нас был в Сестрорецке, на двери, пока сюда повесила. Думаю, может пригодится, но пока я не нашла, что в него положить. Поэтому пока просто висит. Опять же, у меня здесь сумка с сумками, потому что я уже... Мне туда не запихнуть просто. А вот эта полка целиком занята. Это вещи, из которых дети выросли, которые я буду раздавать. Просто я их в одно место складываю. Тоже еще пока не разобралась с этим. Полозает малявка. У нее меняется режим. Она сейчас проспала первый сон 40 минут без перерывов. Просто нормально один сон, но 40 минут. Раньше у нее было полтора часа по 20 минут. То есть надо было все время сон продлевать. Вот. И ползает веселая. Очень много покушала на завтрак. И сейчас, я думаю, уже готова к обеду. Сейчас будем все кушать. Надо доесть суп. И хочется сегодня, конечно, выйти на улицу. Там сегодня потеплее. Вообще на следующей неделе типа уже 20 с лишним градусов обещают. Посмотрим, как только прогреется. Вот так вот конкретно поедем на дачу. Ну просто я с учетом того, что Арина будет ползать по участку в какой-то степени, я не готова ехать в прохладную погоду. Но я очень жду. Но, блин, мне надо сначала еще успеть доделать квартиру. Потому что до отъезда я хочу снять рум-туру. Для этого надо вот это все разобрать. Комо-то тут увезти к бабушке с дедушкой. Купить сюда диван, чтобы его привезли. Полки эти несчастные повесить, которые Алишер не повесила, которые тут в коробке лежат. Артеж, зачем ты это подбегаешь? Арина это возьмет сейчас. Что там в пакете? Явно не для нее. Я предложила человеку кушать. Арина, пойдем кушать. Арина, кушать хочешь? Ты решила кушать конструктор, да? Арина? Такая уже большая девчонка. А, надо же другую насадку. Я знаю, какую. Арина. Еще надо придумать, куда засунуть плинтус. Мне кажется, весь плинтус не поместится на антресоне. Просто его выкидывать вообще не хочется, потому что у нас уже был сломан один кусок плинтуса в спальне. И мы его заменили на кусок, который мы здесь сняли. Поэтому, зная Рексу и детей, возможно, понадобятся еще кушать плинтуса. О, молодец. Сын, вот где насадки, честно, не знаю. Сейчас искать не буду. Сейчас надо покушать, приготовить. А то мы гулять не уйдем. Ой, я даже лекарств в Артемии еще не давала сегодня. Почему такие? Короче, я пытаюсь успеть все и сразу. И жизнь кипит. И это круто. Это столько дел. Еще хочется, кстати, свидеть бабушку с дедушкой в гости. Но я не знаю. Надо будет мне маму спросить, что, как она там планирует. Просто мама сейчас с дядей Ваней, они ездят на дачу. И не знаю, поедут они сегодня или нет. У нас там на повестке дня установка качеля. Я уже об этом говорила, что они ездили устанавливать. Но они в тот день так и не установили их. Они там занимались какими-то другими делами садово-озгородными. Приехал еще дедушка, тоже там в теплице копал. Несмотря на свой возраст, он здесь еще хочет заниматься городовой посадкой. Вот. И я... Да! Сейчас я прямо на плите погрею, не в микроволновке. Вот. И, в общем, может быть, дедушка тоже поедет на дачу завтра. Чего ты не видишь кастрюлю? Это не надо. Слишком. Маленькая тут кастрюля. Так. Начинает. Вот. А я хочу приехать в гости, когда и бабушка, и дедушка. Ты бы хотела к бабушке с дедушкой? Да. А почему это в техно-осадках был точный завонабор, но она не вставляется? Арина, давай, вставай. Показывай супер-класс. А! Ну, показывай супер-класс. Арина, ты где носки потеряла? Арина, ты где носки потеряла? Один я наставил, а второй нет. Я еще вещи пораскладывала, пока дети играли. Они так смешно играют друг с другом. Слушайте, это вообще, я представляю, как они потом будут заниматься вместе. Но просто до этого они не играли под слово совсем, потому что Арина была малышкой, а теперь она так реагирует на Артемия. Она за ним ползает, он за ней. Он смеется, она смеется. Ну, короче, вообще полный коннект. Кстати, смотрите, сейчас надеваю кофточку, которую подписчица вязала для Артемия. Еще 10 пакетов мусора. А? В мусор-провод влезет еще 10 пакетов мусора. Ты видишь, что кубик детский валяется на коврике? Выкидывай. Хорошо, это хорошо. Вот, и в общем, эта кофточка, она не просто кофточка. Смотрите. Это Рекса и Кузя. Арина, Артемий тоже ходил в этих кофточках. Я ей вчера надевала и позавчера такую более светлую, но она запачкалась, я ей в стрюку кинула. Где носок еще один? Вот я один нашла в комнате, а где второй был? Там, я сказала. Там, я сейчас найду. Арина, подожди, давай шарку не дену. Мы целый час отгуляли на площадке. Погода распогодилась. Да, Артемий в песочнице играл. Тебе надо в следующий раз взять свои принадлежности для песочницы, а то ты забываешь, надо их в коляску закинуть. Артемий копаться в песке любит. Я тоже долго любила. Хочется сделать новую песочницу ему на даче. Пойдем, езжай вперед, пойдем застать на дорожке. Давай, вперед. Мы едем в фикс прайс. Теперь маме на очередь развлекаться. Мы пришли в буквоед, потому что в фикс прайсе не нашли ничего из того, что надо. И Артемий сразу же нашел себе друга новых. Ну и ему придется остаться жить в магазине, да? Ну, Артемий вот этот кот, он себе купил. Красивые коты, да? Это мой кот. Да. Мы пойдем на кассу. Тут мы тоже не все нашли. Папку для поделок взяли. Дракол и линейку Артемия. С органайзерами и контейнерами мы снова в пролете. Не, голый какой-то слишком реалистичный. Ты брата увидела? Где брат? Рядом едет, да? Браться нельзя. Но хотела забрать твою морковку, да, Арин? Хотела? Да, Арина уже поела. Вот она уже поела. Это у нее на десерт морковка, которую хотела украсть Рексу. Да? Со мной хочется съесть. Вкусно? Ой, капец. Рекс, а ты, как не стыдно маленьких обижать, а? Ты такая большая. Арина, ты загружаешь посудомойку, да? Что, устала стоять? Садись. Артемий ел гранат. Как всегда, красавец. Пошел руки помыл, говорит, мам, я все, я помылся. Иди, пожалуйста, умойся. И футболку тоже переодень на чистую, топай. А я сейчас буду что делать? Правильно, стены мыть. Вот так вот. Вот почему моющиеся обои, это мастхов просто. У меня обычно дети рано укладываются. Ну, как рано, к десяти, короче, уже все спят. Вот, и сегодня что-то, вот сейчас без десяти-десяти никто не спит. Арина нашла сухарик артели. Ты не можешь найти пылесос? Да, пылесос. Посмотри детский на подоконники. Паленький пылесос. Вот, в общем, поэтому я решила вместе с детьми сейчас ложиться спать уже. Приняла душ, снова макияж, почистила зубы. Артемий сейчас пропылесосит свои крошки. И мы все будем укладываться. И чем любит пылесосик, я в детстве тоже любила, и поощряю. Давай крышку от контейнера мне. Смотри, Арина не уронит. Ну, пускай она стоит, ты ее не уронишь. Арина вся в крошках. Ну, я вижу. Арина, я чувствую пижаму, придется переодевать. Давай, пылесосик там у нее. Аккуратно только. Пылесосик. Пылесосик.